Во имя Отца и Сына и Святого Духа У нас бывают встречи, беседы с людьми Они все одинаково называются во свете Библии Я не взял Библию, а сейчас некоторые даже в глаза, может, не видали Но того стоит, чтобы показать Они у нас все называются одинаково во свете Библии Вот она, Библия Все разговоры наши, все должно быть проверено Словом Божиим Правильно мы поступаем или неправильно Вот мне только что вопрос поступил Я много вопросов отвечаю по интернету Человек неправильно получил крещение Не с полным погружением А что ему делать? Ответ один, нужно креститься правильно А не замазывать Как совершенно не крещеный, он обманутый был и все, больше ничего нет Это у нас открытый форум Вот чтобы где-то проверить, это у нас открытый сайт Во свете Библии, православный библейский сайт Вот у нас есть видеоканал Вот если сюда ткнешь, и сразу откроется видеоканал Православный видеоканал открытым оком Во свете Библии Вот И отдельно у нас, я большую работу веду здесь Вот мой мир, в моем мире Тут идут вопросы У нас 1540 наших роликов на видеоканале вот здесь Ко мне сегодня в гости приехал отец Павел Ермоленко Из города Камень-на-обе, Алтайского края Ну, маленько тут уже мы записали Он собрался было уезжать уже Но поговорили мы, у него столько интересного в жизни было Я говорю, давай, отец Павел, запишем это все Тебя не будет, а люди будут вспоминать и будут брать опыт из этого Ну, это так же Мы же научаемся друг от друга Вот вы рассказывали, как у вас крест был, или как, в армии когда были Вам кто прислал его? Или что там? По порядку расскажу А? По порядку расскажу Давай Погромче Был призван на служение в армии 1984 году Осенью В октябре месяце И когда мы приехали в Барнаул Здесь сбор был И тут со всех, значит, со всего края, с деревень, городов Были собраны ребята И, в общем, суета И построение там выходили, офицеры И меня что поразило, это офицерский состав Который матерится Страшно На тех людей, которые пришли только что от дома От мамки, от папки Вот, многие, которые не матерились в деревнях Были в то время Вот, и не слышали ничего Их разными матерками там Гоняют, орут на них Меня это просто шокировало Такое отношение Хотя я хотел У меня братья военные Я с военными там Дружбы поддерживал И на гражданке Вот, общие знакомые были И майоры И пониже рангом Вот, в уважении Вот, уважал их И хотел, возможно, даже и служить в армии Продолжать Меня звали высшее учебное заведение Братка был танкистом Танковое закончил И звал туда Но когда я побывал в танке Вылез Я высокого роста То в танке там маленьких надо И я понял, что это не мое Я вылез Это не мое Может, в другом месте Но когда вот это произошло Вот это матерки Ну вот Ругань То меня это отвратило Просто-напросто От армии И я приехал домой У нас Призыв отменялся На несколько там дней Задержка была Как по тем временам говорили Покупатели не приехали И нам отсрочка была Приехал дома Домой До этого я маму просил Мам, купи Библию Святую Почитать Хочу читать Она приобрела Большие тогда деньги стоило 100 рублей Вот Издание было Синодальное 77 книг Благословение Патриарха Пимена Она стоила у них Там продавалось За 10 рублей А здесь уже за 100 100 рублей Мы ее отдали Пришлось накопить денег Этих Вот И приобрели Он одну привез И я ее начал читать Читал ее И днем И ночью Но ничего не понимал Что К чему И как Задавал вопросы Маме Она на что-то отвечала Она что-то не могла ответить То есть Очень интересная книга Вот Я сразу спрашиваю Когда так говорят Я считаю Библию Не понимаю Мне это непонятно Я открыл Библию И каждое слово Так и легло на сердце Что там не понимать Когда все Духи Святом Что именно не понимать Воюет Значит Понятно Воюет Дальше Будь какие нравственные Сошел Христос Дело все в том Что расходится с делом Ну вот Прочитал По присяге Не клянись Бог говорит Ни небом Ни землей Никакой другой Клятвой Слово ваше будет Да-да Нет-нет Что сверху от лукава То есть не клянись Я маме говорю Ну как Вот там сейчас Мы клявы Должны принимать И говорит А я скажу Сейчас батюшке Узнаю Что он скажет Батюшке сходила Он говорит Пусть принимает Пусть клянется Так а Бог говорит Не клянись Че Не пойму никак Как Кого слушать-то Она еще спросила Пусть клянется А потом кается Так а почему так Вот это не вмещается В разум-то мой Как же так Бог говорит одно Ну а священник Говорит Другое Непонятно Ничего Придите Ко мне Все труждающиеся Обремененные Грехами Беззакониями Я Суспокою Вас Возьмите Иго мое На себя Научитесь От меня Кротости Смирению И найдете Покой Душам Вашим Иго мое Благо И бремя Мое Легкое Есть Матфей 11 28 Вот эти Вот слова Мне пришлись По душе И у нас Икона была И на иконе Тоже вот эти Слова были Приди ко мне Научись от меня Кротости Смирению И вот Вот этот путь Дальше пошел Уехал В армию Мама говорит Одень крест Я говорю Мам Я не готов еще До армии ходил Носил крест Все Ходил в церковь Молились С мамой Утром рано Вставали Батюшка был Который В тюрьме Просидел 15 лет Сталинских лагерей Пришел На дому Служил Катакомна И мы к нему Приходили На молитву Церковь Он по домам ходил Всех звал На молитву Богу И мы к нему Ходили Вставали в 5 часов Утра Шли И в 6 часов У него богослужение Начиналось В 6 утра Так яблоку Негде было упасть Пели Читали Молились Выходили На душе Было тихо Мирно Спокойно После молитвы Носил крест А затем Вот эти товарищи Друзья Крест как-то сняли Не носили В церковь иногда Бывало Заходили Вот И уже в армии Призвание Бога Было Когда я увидел Что там Матерятся Слово нет Без матерков Гоняют Так ты обучись Первое Спокойно Обучи Что нужно Солдату Потом требуй А это Со злобой Какой-то Это Никакие рамки Вообще не входит Меня отвратило Вообще От этой армии Думаю Быстрее бы Отслужить И В дальнейшем Господь призвал Что я начал Молиться Богу По серьезному Каяться В грехах Плакать Вот И поститься Пост и молитва И Божие призвание Было Это уже В 1985 Году Возрождение Души Началось Что я уже Потом В дальнейшем Немного Не говорить О Христе Я начал Говорить Потому что Я веровал Господа И тем Солдатам Вот И офицерам Которые Вокруг меня Окружали Они задавали Мне вопросы Разные Собиралось Определен Определенное Количество Людей И они Слушали О Боге То что я Знал В церковь Ходил И то что читал Вот Что мог То рассказывал О Христе О Боге Свидетельство Что есть Бог Есть Святая Зовы У нас Есть политруки Которые Ведут Солдат Куда им Надо О Боге Не говори Увидел Крест На Одном Солдате Который Уходил На Гражданку Я говорю Он тебе нужен Он говорит Нет Я тебе могу Подарить Он Мне его Подарил Серебряной Цепочкой И я его Одел И вот Вышли На зарядку Значит Полковник Значит Проводил Зарядку Он Ничего Не сказал Голый Торс У меня Крест На груди Был Он Ничего Не сказал То есть Сознательное Исповедание Христа Вот И затем Он наш Он Ночь Продежурил И утром Он сменился Там заступили Офицеры Очень много Офицеров Было И они Дальше Тоже Проводили Физзарядку У нас И увидели У меня На груди Крест Ну и Один офицер Старший Лейтенант Подходит Говорит Сними крест Я говорю Не могу Снять Он Я говорю Человек Верующий И Господь Мне дал Крест Я его Несу Сними Приказываю Я говорю Имейте Право Ну вот Вы можете Снять Сейчас Сниму У тебя Сам Крест Сорву У тебя И у него Рука Вот так Доходит До моей Груди Крест Висит И у него Вот так Работают Руки А крест Не может Снять Я что Говорю Не можете Не могу Говорит Почему-то И руку Опустил И тут С группы Выступили В защиту Мою Все мусульмане А сколько Их там Было Ну более Десяти человек Их было Мусульмане Все до одного Выступили И начали Говорить Вы Конституцию Нарушаете Здесь Полковник Был Ничего не сказал А вы Старший Лейтенант Вы смеете Значит Приказывать И сдирать крест Так нельзя Поступать С верующими Людьми То есть Они все В защиту Встали Какие-то Мусульмане Это прям Больно добрые Что они По-другому Могли ему Сказать Как это Как-то Уговаривать И вообще Вот такое Так вот Было Из группы Выступили Все Мусульмане Как один Заголосили Что вы Не правы Товарищ Офицер Снимать Значит Крест Против веры Я хочу сказать Мы когда дорогой Едем И нам нужно Молиться Мы палатку выносим Военная палатка Два на два метра Становимся Молиться И стараемся Смотреть Где дороги Ремонтируют Мусульмане Ну Южные народы Мы знаем В обиду Нас они никогда Не дадут У нас точно Такое же мнение Они любят Когда человек молится Молиться Означает Никакой пакости От меня он не ждет У нас было Мы как-то Проезжали в Баку Это в годы Советской власти Восьмидесятых Нет Раньше еще До восьмидесятых Годов И вот мы видим Время подошло Молиться Ну а где тут Вокзал Народ Потом смотрим Там какие-то Женщины Одни женщины Были Правда Они расстелили Какое-то такое Материя большая И стали На молитву По-своему стоят Вот так вот Руки делают А мы С мусульманами Дел не имеем Мы говорим А что нам Думать Мы сразу Расстелили Одеяло Специальное Было большое И все Стали на молитву Проходит Милиционер Тут мусульмане А мы рядом Молимся с ними Там уголок такой пустой Нашелся Около Кассы Этой Ну где продают Билеты И нас никто Не тронул Нам было так Это удивительно Тогда Вот так же То есть мы С мусульманами Нашли общение В молитве Они сами молятся Мы сами по себе А если бы На них напали Мы бы сразу Выступили Это даже Говорить не надо У нас это Принято так Дальше Дальше Мне Начал писать Маме Пришли Мне Евангелие Молитва слов Молиться Читать Утром Вечером Мама Мне прислала Молитва слов Евангелие В посылке Но это все Было Конфисковано Но с условием Что после Демобилизации Придешь в управление И заберешь Это Тебе отдадут Они так Сдержали слово Просто Когда Пришло Демобилизация Они отдали Это все При условии Вскрыть Только дома Потому что В вагоне Благовестовать Запрещено Солдатам Говорить о Боге Нельзя И ты это Должен соблюдать То есть Никого не должен Ты Говорить о Боге О Христе Свидетельствовать Я к этому добавить хочу Когда я сидел В лагере Это Жанатас Жанбульская область Казахстан И В защиту меня Поступали письма ООН Такая организация Что с чего-то стоит Из Японии Ну разная-разная организация Меня начальник Капитан Там Кудереев Он Призывал Считал Письма мы не можем Тебе на руки дать Они в сейфе у меня Хранятся Когда будете освобождаться Вы получите Там Целая гора Стояла писем Но Когда меня освобождать Пришло время В это время Я был в промзоне Промзона Это Высокий где забор По нему проходишь Туда опускаешься Ступенями Настоящими И вдруг Прибегает человек И я знаю Что он работает Ну из заключенных Один В штабе Меня за руки Бежим скорее Я говорю Куда хоть Никаких бегом беги Некогда разговаривать Ну я бегу За ним Прибежали Так он меня В нашу казарму Немедленно Собирая все вещи Куда меня Куда На свободу Или Хоть На свободу тебя А как раз Вышло помилование Президенту Верховного Совета СССР 210 политзаключенных И я в том случае Ну и бегом 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 А их нужно точно Чтобы я был за территорией За территорией Вот как смотрят Если они вот это сказали Они бы мне отдали Я когда меня оттуда выбросили Я даже не вспомнил Мне дали офицеры Сопровождать меня Понимаешь Вот я сравниваю С патриархийными Я вот обращался Допустим 32 раза Краевая администрация Я примерно говорю Больше 32 ответа Иногда обращаюсь В прокуратуру 40 раз Обратился А ответы придут Еще больше Уточняющие Нынче Обратились мы По Утопленникам По этим Которые на Амуре Везде Чтобы связаться Оказать им помощь Какую-то К нам переехать И наше письмо попало К Медведеву Дмитрию Анатольевичу Как тут дали они Тут Бумагу спустили Мне Бумагами завалили Это мы рассмотрим Согласно параграфа Такого-то Наконец Хабаровский отвечает Строительный По помощи Пострадавшим Бумага за бумагой Идет и идет В патриархию Я обращаюсь 100 бумаг За 50 лет Ни одного ответа В патриархию В местной епархии Никогда никого нету Их даже сравнивать нельзя Хотя патриархия Порожденная Сталином и Бери В их пробирках выведена Но они превзошли Своих учителей Потому что дополнительные дали И когда сегодня говорят Вот запрещенный Экстремистский Какой-то там ролик Жид как жида Жида выпаривал Сатана где-то Это нас православных Выпаривали А не жида Нас Такая подлость Мы здесь Вчера сообщили Насколько верно Я еще не знаю Будто бы Патриарх попросил Чтобы Московском Государственном университете МГУ А Андрею Кураеву Который Остался там на работе Чтобы его уволили Я в это могу поверить Хотя бы он не обращался То есть это возможно за ними Как они нас преследовали Чтобы с работы увольняли Это все патриархийное Я преподаю в университете Они посылают У нас секретаря Гончаров Сергей Михайлович Пришел с бумагой Чтобы меня оттуда выбросили Власть на это не шла А они тысячекратно хуже властей Даже безбожных И поэтому Россия погибнет Только из-за той Организации Которая называется Московской патриархией Я не говорю о всех А в самой В этой вот Системе вверху Появляются люди С пророческим глазом Такие как Степаненко Он правильно сказал Задушили Ни под каким видом Андрея Кураева Он не умрет с голоду Андрея Он оригинальный человек Ну сказал не так Ну что из этого Что сказал не так Вам не нравится Я говорю мне на днях Сбросили материалы Говорят там Где-то Ханты-Мансийский Или где-то Сыфтыкарский Митрополит Или епископ Не знаю Петерим Против вас выступает Против меня Я его знать не знаю Но я посмотрел Решил о нем все узнать Он такой оригинальный человек Он против вас идет Меня это не касается Он оригинальный Он интересный такой Веселый Он перед народом Народ его любит Меня нельзя натравить на человека Он плохо говорит обо мне Да что я Бог что ли Я грешный человек Но когда человек нападает на Христа На Библию и на Церковь Ну тут я восстану Тут уже Я обязан выступить И вот здесь точно такая же история То что ты говоришь Я подтверждаю Что это так было всегда И письма вернут Но я Просто меня выкинули И я не вспомнил про эти письма Какие письма Когда я на свободе оказался Тут Дай Бог ноги На дому А у меня Борода-то там брили Меня Я не брился Сам брили Так я в Церковь не ходил Пока борода не отросла Я оскверненный Вот еще доказательство Любому это Ну вы такой буквоед Ну буквоед Да Вы законник Мне один подошел И говорит Знаете Игнатий Вы просто законник Я говорю А ты от своих слов Не откажешься А что я откажусь Ну давай запишем Ты меня теперь Называй Игнатий законник Ну и буду называть Но напротив законника Слово тебе не нравится Есть только беззаконник Я тебя буду называть Игорь беззаконник Тут другого названия нет Напротив темного Есть свет Напротив сатаны Есть Бог Понимаешь Везде какое-то Напротив благословения Проклятие Напротив жизни Смерть Напротив огня Вода Напротив законника Беззаконник Я теперь так и называю Здравствуй беззаконник Игорь Ох как его передергивает А законник Павел говорит Передавайте привет Зине законнику Он передает Говори дальше Я делаю вставки, чтобы показать, что это все правильно Управление вызывали И мне цитировали Лжеевангелие Я говорю, я читал Святую Библию И там по-другому То есть они на Богородицу Там хулу возводят Лжеевангелие Я говорю, это причистая Дева Непорочная Дева У меня других детей не было Так, рассказывай, отойду Мне надо привести в порядок Рассказывай Ну, хотели они меня, в общем, сбить С того истинного пути Навязать свое лжеевангелие Которое у них было на то время Но остались каждый при своем мнении Он пошел своей дорогой Мы пошли за Христом Ну, а так как в общество попал безбожников И матершинников, богохульников И редко обретается там товарищ один был у нас Вот, тоже верующий Он, как бы, тоже читал Евангелие Отче нас знал молитву Молился И мы, как с ним Значит, в свободное время было Мы беседовали с ним О Боге Погромче говорили, что хорошо слышали И вот Раз в обществе в этом То, и, конечно же, раздражение Раздражение А раз слышишь матерки Они в тебя входят И, конечно, было и поматеривался Это Я начал каяться Богу Господи, прости меня, грешника И вот в Евангелии Четвертая глава Нефесянам, 29 стих Никакое гнилое слово Да не сходит из ус ваших Вот это мне запомнилось Вот при чтении Святой Библии И мама мне говорила Вот это заучи Я это заучил То есть на память Что никакое гнилое слово Да не сходит из ус ваших Я это повторял Чтобы из моих уст Никакое гнилое слово не исходило То есть вы имеете в виду матерки 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 Вот эти И вот если какое-то выскакивало у меня Не означает слово Я молился и плакал Об этом слове Чтобы Господь все искоренил из меня Своей благодатью И Господь Бог Меня это искоренил Милостью своей Это только по благодати Божией это делается Вот И в армии я уже не матерился Уже этого не было То есть это труд Постоянная молитва Богу Была Выучил живой помощи Да воскреснет Бог Псалмы начал учить Мне один Сестра присылала псалом первый Блажен муж и жене Еди на совет нечестивых И на седалище губить Или не седя То есть вот это все Трудом А Иван знал второй псалом И вот мы собирались Он мне второй псалом рассказывал Вот Как правильно То есть общение было духовное С людьми Которые тоже читали Библию и Евангелие Поставили В наряд На плац вывели И в наряде Обходил подполковник Осмотрел Каждого солдата Достоин он Наряд идти Или нет Ну и до меня Доходит И у нас Форма одежды В Казахстане служил На Байконуре Там открытое Вот так вот Открыто все Развернуто Грудь открытая должна быть Потому что Жара Если все запечатано будет Мы просто там Не выдержим это Может солнечный удар Тепловой удар Случится И у меня крест Висит на груди Сверкает золотом И он говорит Вот этого Снаряда убрать И больше не ставить Он очень опасный Он верующий Нельзя его Говорит Ставить У него крест на груди Убрать его И больше И наряде не ставить Ну все С тех пор Доложил Сержант Говорит Говорит Это сын Сына Божия Говорит Исключили Говорит Из нарядов Больше не ставите У меня кличка была Тебе труднее стало? Мне легче было Меня Бог вывел От этого Постоянно Должны Там Порядки наводить За всеми все Следить Честь отдавать И полы драить Совсем Вытекающие отсюда Впоследствии Бог меня от этого Совладил Меня назначали В другие наряды Там Охранять Сторожем быть И Разные работы проводить Я хочу сказать еще Насчет этого Почему он так решил Что верующего нельзя Оставлять Там где-то Около ракеты И все Зарвешь ты их Или что? На тумбочку Надо оружие получать Было Ножик там Или автомат А вдруг что-то Может случиться И они С подозрением С таким Не доверяли Я не знаю Правда или нет Еще один момент Такой Будто бы Когда началась Советская власть Воровство Тем более голод был Неимоверных размеров Достигла И будто бы Если не так То прости меня Господи Будто бы Сам Ленин Сказал На эту должность Ставьте верующих Там ничего У вас не потеряется А они боятся Воровства Ну то есть Если он такой умный был Вполне он мог До этого дойти И верующих Поставили за складами И воровство полностью На 100% Сразу исчезло Ничего больше не надо было Ни контроля Не надо никакого Как тут не понимать Я Бога боюсь Я вот судился Много с властями Я пришел к выводу Что судьями могут быть Только верующие Пусть он будет Мусульманин Пусть будет Православный Пусть будет Баптист Католик Но только человек Который ждет Суда Божие И он будет судим Потому как он судит здесь Он будет судить Не по параграфу А он будет слушать Что я говорю перед ним Не то что на меня Кто-то написал То есть Неверующих Нельзя допускать Вот интересно Я еще раньше При советской власти Считал Там попал где-то Хромов Или Храпов Какой-то Журналист Советский И когда его там судили То должны были быть свидетели Но его вызывали Тоже и своих А там графат Он должен расписаться Верующий Католик Православный А он написал Неверующий Судья сразу отклонил Это не свидетель Свидетели неверующие Не могут быть Они что угодно говорят Не лжесвидетель Если на ближнем Заповедь такая есть А они не понимают этого Они грешат языком Грешат делами Изменяют В семье Посягают на чужих Жен Бросают детей Делают аборты Все Весь уголовный Кодекс Умноженный в несколько раз Все это на неверующем Человек Это все Безверие дает Это тогда Я еще не знаю Евангелие Я уже это понимал Свидетели не берут Неверующих Так а больше нет Значит не надо Тогда никого не надо Почему Его свидетельство Надо будет учитывать А он врет А у нас суда Божия нет Он только до смерти Дальше говорит Ничего нет Умру Ничего нет Чего он будет заботиться Об этом то Что угодно скажет Если это выгодно Припугнули А если сказали Ты правду скажешь Тебя убьют Ну и Что сказать Я говорю Мне сказали Если я правду скажу То меня убьют Вы запишите судья Вы должны мне охрану дать А какую мы охрану дадим Но я должен говорить Я могу молчать Иисуса допрашивали Он не говорил Охрану мне не можете дать Я не могу ничего говорить Но врать я не буду Вы только скажите Или головой кивните Не буду делать этого Уверующие другие принципы Продолжай Вот такой Это в армии Как ты закончил эту армию? Когда уходил В армию То крест отдал Кому-то или как? Крест Нет Он на мне был Крест Всегда был Значит Мне много раз Приказывали Старшие лейтенанты Сними крест Сними крест Я говорю Я не сниму Вы можете снять? Нет Мы не можем Ну на этом И закончим Генералу И костерят наверх поднимают, куда он их вел, майор, как он матерился. А все же слышно, люди там материться. Я подошел и сказал, вы что делаете? Партия осудила такой метод руководства обращения с людьми. Он сразу присмирел и больше не матерился. Я его усыдил не Евангелем, а партией. Такой случай пришли, полная группа, и матраса не досталось мне. Ну и лег без матраса. Вот, офицеры уже свет потушили, все ходят, проверяют, кто, как, где спит. Ну, у меня на второй полке это двухъярусные кровати, и это подходит, а за мной слежка всегда. Что делает, что говорит. Как он там спит? Ну, пришли, у меня нет матраса. Ну, между собой, говорит, сын, говорит, божий, говорит, без матраса, божий одуванчик, принесите ему матрас. То есть, заботились они. Ну, богохульствовали. Вызвали меня, раз, офицеры, в клиент-комнату. Собрались я там, состав много, не знаю, сколько человек, и мне вопросы давай по Библии. А вот мы слышали, но и в потов был правду. Я говорю, да. А вот как это было, как это все животные поместят? Да, говорю, на горе Арарат. Я вот читал в Святой Библии, говорю, вот у меня осталось. На горе Арарат этот корабль. Вот в 52-м году его обнаружили, значит, на эту гору сели, и обнаружили этот корабль с летушками, городушками там. Животные были размещены из красного дерева, про смоленый. А нам вот вопрос, говорит, а каким образом мной-то вот это все содержал и питал-то? Откуда корм-то целый год-то доставлялась-то? Где это? Это же на всех-то надо. А вы, говорю, представьте, вот бочка, а с нее берешь и берешь, а там ничего не убывает. Это же Бог так сделал-то. Ну, а они больше, говорит, ну, похохотали, посмеялись. Ну, в это надо, говорю, поверить. Бог питал и грел, и все, и заботился. Великий Бог. Тут можно добавить, что собак не было столько пород, она одна была собака. Корова была одна порода, и можно было брать не корову, а теленка с бычью, телочку маленькие. То есть здесь много вариантов. А теперь, когда посмотрели, сколько надо на год было, и все это умещалось на корабле, умещалось, потому что она была трехпалубный корабль. Я считал такое, это я считал уже, будто бы где-то там у финнов, или где-то на луше корабль какой сделать, какие параметры его. И один заявил первое место. Ну, он все современное. Где вы взяли такие параметры? Длина, ширина, это лучшая обтекаемость, движение. Он говорит, я ничего не выдумал. Я взял, говорит, данные, которые в Библии есть о корабле. Ну, а дальше я сделал современный корабль, нос, якоря, все это пристроил-то. Но размеры именно эти. И комиссия признала, это лучший вариант. Вот и все. Мудрить ничего не надо. Готовое испытывай, применяй и выполняй. И Бог тебя заметит. Вот у меня, когда в лагере был, это не в лагере, еще в тюрьме гонялись одной и другую, и вот выдает заключенный, это не гражданский, заключенный, который там немного осталось срок, он называется хозбанда. так дает матрасы. А там смотреть страшно, какие они. У меня увидел так, отец, отойди в сторонку, а я еще с бородой был. Кончилось. Я думаю, без матраса, как ты говоришь, а я все свое вспоминаю. Он заводит меня, новые матрасы лежат, гладенькие, ровенькие, так бери. Простыни давал, которые там полпросты, они жгут, чай, шиферят, называется, это дрова. Мне дает новые, отглаженные простыни. Он меня первый раз видит. Меня ведут, а вы где бы хотели, завтра на этап идти. Я говорю, ну где табака меньше, табака, да тут везде корят. Они говорят, как где-то. Там у нас, говорит, камера в ШИЗО, когда сажают этих, провинившись это. Да его туда давай посадим, там вообще никого нет. Ну, я согласен, но только меня они не будут там валять как-то, по-настоящему. Матрас, туда все, еще пришли. Ну и как? Я говорю, что-то так тут тяжело дышать. Тяжело дышать, она смотрит, так, ну-ка швабру неси. Она черенок взяла, туда в окно брязг, стекло вылетело, туда в воздух пошел. Ну вот и дыши, отец. Ты нам молитву запиши тут. Понятно? Я верующий, и все по-другому со мной идет. Это я в этой жизни имею тысячи крат больше, расположение людей, всего. Заходят на, три этажа шконки называются. Сколько людей здесь. И негде абсолютно. Сразу подошел, который называется Пахан, где вам хотели бы? Я говорю, где ближе к окошку, и чтобы курящего-то не было рядом. А они, один спит, другой уходит, три раза больше контингента, чем коек этих шконок. Мне подошел так, здесь кто лежит. Так, уходи. И ты наверху тоже куришь. Уходи. Он две койки мне отдал одному. Я говорю, так это справедливо. Отец, не разговаривай. И каждый день я вел у них занятия. Меня оставили там еще на неделю. Это Бог делает так. И поэтому мы имеем надежду на стоящую и будущее. Бог располагает сердца их. Где-то в одном месте меня прижмут, оно даже в памяти не осталось. Я не помню, где меня преследовали за веру. Вот как вы рассказываете, все оно торжествующее. В конце-то вы выходите победителем. Господь освобождает от всего вот этого. Господь ведет. То есть доверился сразу Богу. Господи, ты веди. И Господь поел милости своей. и свидетельствовали о Господе Иисусе Христе. И вызывали меня для свидетельства о Христе, что Бог есть. Был такой случай от нашей группы. Нужны были люди, которые отправлялись в Россию. Мы в Казахстане служили, на Байконуре, где систему шату готовили. Это все засекреченное было тогда. Сейчас это все, ничего нету. Ушло все в небытие. Мы к космическим войскам относились. Это вообще секретные войска. Готовили это все к систему запускания. Ну и от нашего требовалось хороших людей выбрать на картошку там сортировать. В России не хватало людей. И мою кандидатуру первую написали офицеры. Выставили. Но они ее зарубили на том основании, что я человек верующий. Его нельзя выпускать. Здесь должен быть. Выпустим своих комсомольцев. И он еще не комсомолец. Не важно, что он хороший. Но они комсомолецы, и он верующий. Выпустили комсомольцев. Поехали комсомольцы. Все перепелися. Все в каталажку угодили. Опозорили армию. Свою приехали все, побывав там. А если бы верующих набрали бы туда, то бы этого бы не было. И вот они сожалели о том, что не отправили. То есть верующих. Но у меня одна задача была туда поехать, это в церковь. В церковь пойти. А они уже это все предвидели, что он же пойдет, говорит, в церковь. Ему что нужно? Церковь. К Богу пойдет. Поэтому они не выпустили оттуда. Оттуда с Казахстана. Пришлось два года. Но на то воля Божия. Мы об этом не жалеем. Писали домой письма. Сестре писал. Она писала мне молитвы. У меня был блокнот. Я туда заносил все молитвы. На воскресенье Бог, живой помощи, Богородица, Дева Радуйся. И ребята у меня просили дай молитву переписать. Но я давал письмо, и они, потому что еще не успел сам переписать, и письмо давал, чтобы переписал товарищ, который интересуется молитвой. Ну, у него, как и у нас, всегда обыски по карманам были. И у него нашли это письмо. Говорит, это, говорит, твое ты ему дал. Да, я ему дал. И он уже переписал себе, а он написал там, как мне сестра пишет, в конце, после «До воскреснет Бог» и «Расточатся в разе», а в конце она пишет «Оставайся с Богом, целую там Люба». И он пишет «Оставайся с Богом, целую Люба». Все. То есть он тщательно все переписал, вот, что и к молитве не касается. Но он это, видно, хотел. Вот. Но все это конфисковали у него, у меня просмотрели, ничего мне возвратили, ничего у меня не тронули. Вот. У меня записано было и журнал у меня был, значит, и там, значит, боги рисовали, иконы рисовали у нас, художник был один, и он рисовал, вот, мне он заносил. Я, что встречал о Боге, туда все записывал, в этот журнал. Вот. И они, когда посмотрели журнал, «А что он у тебя пустой?» Они вот так его листают. А там, где я смотрю, страницы, где записаны, они прям закрываются. И они не видят. И как будто пустой журнал. Да что ты, два раза пролистали и пустой. А что ты его таскаешь пустой? Я говорю, «Ну, так хочу, так и ношу». Его раз в карманы. А там он у меня полный весь записанный, забитый. Они ничего не видят. Понимаете? То есть Бог вот так вот скрывал. Могли, может, и конфисковать бы молитвы, там и все, чтоб не распространялось это. Идеология-то другая. Против Бога шли-то. Вот. О Боге нельзя ни что было говорить. Ну, Господь все вот управил милостью своей, благодатью своей. Отслужили. Многие и не смогли дослужить. И дембель, и заболевали, и умирали. И такое было. Вот. Ребята, многие не вернулись. Вот. Гепатитом заболевали и не могли их вылечить. Но Господь все милости своей помог дослужить. И гражданскую одежду приобрести. Через женщину послал там. Все это приобретали. Потому что я знал, в городе Камни там шаром покатить. Ничего нету из одежды, обужи. Вот. Это в Ленинсках, которые в Казахстане были. Там одежи, обужи. Когда зашел, вл. раз, сбегается, что купить. Я и свитеров накупил, знаю, что у нас. Приеду мороз и теплые ботинки, и обужи, одежу, все купил. Это было божие. И у женщины хранил. Она потом мне это все вернула, и я все оделся и по гражданке поехал домой. Как в гражданке приехал я туда, меня все сняли, забрали, выбросили это все там старье. И так по гражданке в новое чистое оделся и поехал. Отслужил, честно. Замечаний не было. Ну вот. Там какие незначительные были замечания. Рискиваться. Ты посмотри сегодня. Ну, меня и до этого вызывали там на ковер всякую клевету. Там говорили, говорили, я все отметаю. Ну вот. До еще Максима было. Я говорю, чего вы, говорю, собираете там все? Какой-то клеветрук, какие-то кресты, какие-то крестики, кто-то что-то сказал. Я говорю, вообще-то он ничего не говорил. Вот. А еще был владыка Антоний. Я говорю, один встает благочинный. Перед вот этим собранием, перед заступлением епископа Максима, еще живой был, Антоний. Вспомнилась. Вспомнилась, говорю, встает, говорит, а ты, не твои ли, говорит, слова, говорит, вы, говорит, а там наложили на налоги, очень большие, то есть было, допустим, 400 рублей в декабре платить, а надо в январе уже 800, а морозы были минус 50, и метели, все замелось, снежная зима была, морозная, не проедешь ни в деревня, никуда, на вертолете только можно долететь. Вот, а налоги огромные стали, то есть 800 рублей, и по деревням еще надо 600 рублей наколотить, чтобы все это пособрать и отдать сразу. И надо было уже 20-му числу было это все отдать, это весь, все налоги, а я говорю, так а я и не ездил никуда, у меня нет, нет, мы не могли выехать, запланировано, чтобы поехать на Рождество Христово, мы не смогли поехать, было минус 50, мы пошли просто помолились, в храм сходили, ну и вот меня на разбор вытащили туда, почему ты не платишь налоги и все прочее, вот, ну и один говорит, а я сказал батюшке одному, так а вы, говорю, боитесь, трясетесь за сидушки свои там, вот, и плотите, вылазите вон из кожи и плотите, а мне, говорю, платить нечем, а я, говорю, за сидушку ни за какую не держуся, я говорю, свободный человек, вот, все они меня потрепали, говорит, это не твои слова, я говорю, я говорю, это истина мои слова, то, что я говорил, я нет. Так все, останавливаю, рассказываю, хорошее, это уже, но оно написано еще в стадии обработки идет, качество может улучшиться после закончания завершения обработки, это вот этот Сергий, болящий, парализованный иконописец, ты видел, какие иконы он рисует? иконы, как он рисует, все это показано здесь у него, к нему, войди в листок, увидишь, он выступает на телевидении, там, ну, как бы, с ним связались, с Москвы, все это, это как бог, с какими людьми связывает нас, а что вы где-то по деревням-то ходили, кто-то вас спрашивал, как бога звать-то, где это было? Ну, когда еще в московской патриархате-то был, служил, мы занятия проводили с прихожанами, занимались по Библии, я им места показывал, пять мест священного писания, это первое место знакомства Моисея с богом, купина неопалимая, куст горящий-то горел, и Моисея спрашивает, вот, ты посылаешь меня вывезти израильтян из Египта, а они меня спросят, а как твое имя? И Бог отвечает, имя Иегова, в переводе сущий, на русском языке, и эти места им показал, прихожанам, и они уже не знали до этого, как бога-то зовут, что Иегова зовут-то, и многие сейчас, многие не знают, как и бога-то зовут-то, сомневаются, говорят, бог сказал, о, все верно, а вот, именно когда Моисей именно познакомился с богом, и спрашивал бога, как его звать, Иегова, сущий, существующий, и он, ну, они сами по себе собирались, в воскресный день, прихожане, значит, в храме там, вот, и пришел к ним иеговист, лжесвидетели, под именем Иегов, мы их называем, и начал, говорит, спрашивать наших прихожан, там, пять бабушек, да, дед, дедушка был, вот, брат во Христе, как имя Бога, Отца, и они все, как в один голос, говорят, Бога нашего зовут, Иегова, и мы его очень любим, он был поражен, и тут же он на скамейку сел, и рот раскрыл, я, говорит, сколько раз, говорю, сколько задаю вопрос, мне никто не мог ответить из православных, говорит, я был, говорит, удивлен, вот, и вот он уже потом, когда по домам начал ходить, свидетельствовать, к нему зашел, вот, мы каждый дом обходили с прихожанами, мы свидетельствуем, это именно с прихожанами ходим вместе, вот, и к нему зашли домой, он, значит, начали по Библии у нас, вот, он говорит, ты какой-то другой, говорит, они-то другие, говорит, знать ничего не знают, гонят нас, я говорю, вам надо покаяться, исправиться, вылезти с этой секты, страшной секты, перейти в православие, принять Господа Иисуса Христа, спасителем личным, Духа Святаго принять, а вы же в этого не верите, вот, то есть мы ему засвидетельствовали о том, чтобы он покаялся, пришел на покаяние в церковь, ибо они не церковь, они не говорят, там, говорит, организация, но они не церковь, вот, такой вот случай был, приехал в этом году в одно село Веселое называется, был, значит, снег шел, падера там, дороги занесло, но мы на машине туда пробились, вот, и, значит, заходил в каждый дом, и там к мусульманам зашел, они говорят, там, там, говорит, они мне показывают, маячим, и на русском, говорит, не разговариваем, там, говорит, мужики все, но я понял, там следующий дом, зашел туда дом, и там у них, значит, ребята, которые работают, трудятся, вот, у человека, который, видно, поля имеет, и все, вот, ну, и там свидетельствовал о Христе, Евангелие подарили, книгу, журнал, вернее, душа, вот, и о Боге заговорили, все, о Христе пришел, мусульманин, он, говорит, послушал меня, говорит, слушайте, слушайте, вот, что я вам говорил-то, надо жить-то по совести, да, вот, и он говорит, по Библии, вот, то слушайте, что надо по Библии жить-то, православным-то, он правильно, мусульманин уже, говорит, он свидетельствует, что правильно надо-то, а почему он так говорит-то? А потому что, говорит, меня отец учил жить по совести, никому вреда не делать, если ты сделаешь вред кому, Он тебе вернется. И вот он им свидетельствует тоже. Говорит, слушайте, вникайте все, заучивайте. Изменяйте свою жизнь. То есть его русские так допекли, что он согласен, пусть не в Аллаха, лишь бы верили. Лишь бы верили, да. Его не обижали, не воровали. Да, не воровали. То есть я их наставил, чтобы они не обижали, не воровали. Там один машину спалил. Я говорю, все, вернуть ему, у кого ты спалил, попросить прощения, чтобы этого не было. Каяться в этом деле надо. Он сидит, тот, кто спалил машину-то. Он мне задал вопрос, что делать-то, мусульманин с этим. Я говорю, все, чтобы вернул, заплатил. А сжег-то кто, мусульманин? Нет, сжег русский автомобиль. Видно, он мусульманин или где-то, я не знаю. Так его не посадили, русского? Нет, он сидит, я не знаю, какое дело у них. Я говорю, все, верни, чтобы у тебя ничего не было. В долги влезь, верни, чтобы попросить прощения. Зло какое-то там вошло. И такого больше не допускать. И он говорит, ну вот видите, что я вам говорил-то. То есть он их учит, а они не вразумляются, что ли, или как ли. Я говорю, будете хорошо трудиться, молиться, благословение будет на ваших полях. Я приведу пример. Служил в село Новоярке, Каменского района, Алтайского края. И там, значит, один председатель, он пошел на милость оказывать, стал церкви православной. И, значит, храму там, значит, помогал. Что не попросишь, он все давал. И с нашей стороны он просил помолиться о дожде. Потому что жара была в августе, стояла страшная. И поля могли погореть. И нужен был дождь. Мы тут же это дело помолились о Богу, молились. И Бог тут же навел дождь после Отча Наш, после Божественной Литургии. Было солнце ярко светило, и вдруг загрохотало все. И его поля, именно его поля, ему колхозы, его принадлежащие, все улил Бог. Все полил. И пшеница поднялась, налилась. И он собрал урожая. Он даже не ожидал, сколько он соберет. Они не ожидали. Все амбары были. Он с агропродом рассчитался, со всеми долгами все погасил. Бог ему все вознаградил. И у меня как-то не было машины, я ему звоню. Встречаю его, говорю, можешь прислать за мной автомобиль. Пришлю, говорит, Волгу тебе. Когда звони на служение, пришлю, за тобой туда-обратно привезут. Вот, звони. Ну, я как-то обошелся без машины. Там приезжали, мы нанимали. Вот, не стал ему звонить. Но заодно такое вот пожелание, что я, говорит, Волгу за тобой пришлю. Он приехал, все долги погасил и со всеми рассчитался. И приехал в Барнаул в администрацию. Там у них где собирание по агропроду, там все это задолженности. И его первого ставят на первое место, на почет. Он говорит, я, говорит, был вообще шокирован этим. Вот, меня, и мне, как со всеми, все и все рассчитаны. То есть задолженности нету по пшенице со всеми там. То мне, говорит, вручают на колхоз Волгу. Вот это, говорит, да. Говорит, как Бог делает. Говорит, чудно все. То есть, что такое молитва к Богу? Какая милость Божия. То есть, излилась и на его поля. А те рядом поля, корниловские, там предложение было, чтобы помолиться, все. Но люди не захотели молиться. Не захотели. И им ничего не дал Бог. Все посохло, и колхоз их не развалился. Их звали. Отдайте людям воскресный день, чтобы они не работали. Суббота, воскресенье мы приезжаем на молитву. В храм Божий люди пошли. Чтобы дайте, потому что люди просят, дайте воскресный день. Помолиться. Потому что зовешь людей в храм, а мы, говорит, в колхозе, мы работаем. От зари до зари. Ну и что? Не дали. Ну и где тот председатель, который хотел быть председателем? Его нету. В гроб ушел, который не давал. А я ему говорил, говорю, дай людям свободу. В воскресный день отдай им. И сам приди помолиться. Поблагодари Бога, что тебе Бог дозволил быть председателем. Лысого, говорю, пигмея убери. Подсоединение Ленина, там у них в красных уголках это все. Это все убери. А, икону повесь, Богу, начни служить. Чтоб народ видел, что ты любишь Бога. И народ к этому приучать. У вас другая ситуация пойдет. У вас все поля будут заколоситься. Все будет. И много вы собирать урожая будете. А так ничего нет. А вот кто слушает сейчас, скажет, вот помолились, поп заливает, то есть что попало, придумывает. А вот там плохо было, и даже кто-то умер. Поверят люди тому, что вы говорили или нет? Мое дело сказать истинно. А верят или не верят, это от них зависит. То, что было, то и было. Пожертвовали на храм лес. Бревна привезли на распиловку в этот колхоз для храма. Нужны были доски для строительства, там облагораживания и всего прочего. Они взяли эти бревна все. Это с другим трудом, это все вывозилось, все это нанималось, все это просилось, чтобы вывезти, все привезти-то. Они эти доски, это бревна распилили для себя. А мы, говорит, доброе дело для сельчан сделали. Горит, гробы для них построили. Я говорю, как так? Это святотатство, говорю. Я говорю, это не положено. Вы верните в храму, в церкви. Это для Бога пожертвованы были, но никак не для вас. И вы меня не спрашивали, и ни прихожан наших не спрашивали, и никто вам не отдавал это. Я уже говорю, вы же не задаром же отдали-то. Эти гробы-то сделали-то. За деньги, за деньги, говорит, отдали. Отдайте храму. Не отдали. Но я говорю, тогда что? Только гроб вашему колхозу будет, и все больше, и чувство будет. И так и гроб получился, все разбежали, разлетелись, никого нет нигде. По себе все порастащили, и все. А другой колхоз, который благоволил к церкви, к освященникам, благословленный был Богом. И развивается, и по сей день он не закрылся, и другая ситуация там сложилась. И люди работают, и при делах, и коровы, и все, все у них благословлено Богом. Там есть какие-то ситуации, но все это решаемо. Вы вопрос сегодня задали мне. У вас мысль добрая такая. Как построить в вашей местности православное поселение? Я вам что на это ответил? Труд огромный. Огромный труд. И главный труд это согласование между людьми. Много препятствий от администрации. У нас пошел губернатор к нам на встречу, Суриков был. Он потом послом в Белоруссии был. Много препятствий борьба за землю. Она заброшена, но не дают. План, который нужно по плану строить, тут столько будет, не выскажешь даже сколько. Деньги перечисляют, а мне перенести два квартала. Прихожу, денег нет. Крутили, крутили, так деньги не поступили. Через два квартала. На архитектурный отдел. А не что угодно. Кладбище у нас, которое рядом. А увезти туда, где лага, влага куда-то туда. Еще ради-то у нас. 180 лет, кладбище на одном месте здесь. Мы, жители местных, это никаких. Вода какая, откуда берется. Все абсолютно. Не угодить никак нельзя. Даже школа должна быть. Провести электричество. Они ни копейки не дают. Финансирования нет. Противодействуют, вы обязательно к какому-то сельсовету относитесь. На уровне района. Лучшее благоволение от края. Краевая, почему? Потому что их не касается то. Они знают, что ничего не получится. Отпускать я ничего не буду, только подписать. Вот я читал про этого миллионера, Стерлигова, Германа. Ну, денег-то, говорит, халпанул. Вовремя отошел, его не пристрелили, ничего. Он умно поступил. Это умный мужик-то. И теперь он с овечками занимается, с ребятишками. Но он говорит, я нанимаю рабочих. Ни о политике, ни о религии речи нет. То есть, это проще. Но тут самое главное, чтобы все были одной веры. Должен быть построен храм или где молиться. И чтобы люди приходили молиться 100%, не 99%. Иначе какое оно православное будет. Это почти невозможно. Поэтому, если меня кто-то спрашивает, вот как по домам, я никому не советую. Ничего у вас не получится. У нас получилось так, что брат у меня священник. Я все время работаю. У нас много друзей. Отовсюду люди приезжали, помогали, месили. Глину там из сомана делали. Потом кирпичом обкладывали. Потом уже из бруса, то есть, настоящего кирпича строили. Это все очень непросто. Непросто. И все еще будут какие-то неурядицы. Кого-то кто-то подзуживает. Где-то маловерие выявили. Где-то могут люди еще как попало жить. Но где все верыще не получится. Вот у нас в общине человек. Его никто не трогает. Но если он не обратился, он гниет, гниет и отпадает. Он чувствует себя не таким. У нас одна женщина тут была. Оля Репина. Ну, хорошая женщина. Все. Я думал, что она все приняла как есть. Но она так и есть приняла. Ее допустили до крещения. У нас до трех лет. Бывает, до пяти готовят. И вот она приняла крещение, а сын за убийство где-то сидел. Что-то с сыном неладно было. Она старалась. Купила у меня книги. Сыну можно только две книги. Она через каких-то других. Их там наполнил этот отряд нашими книгами. Она купила. Как препятствовали ей. Не кто-то православные священники. Не под каким видом. Они встали на верту. Книги Лапкины не должны быть в лагере. Это изберги рода человеческого. Ну, власти говорят, мы юристов подключили. На каком основании? Мы одинаковые. Мы зарегистрировали нашу общину. Зарегистрировали русско-православную зарубежную церковь. Это лет, может быть, восемь назад было. Они ничего не могут сказать. Книги они не считали. Почему против? Они начинают, да у нас уже в библиотеке ставить книги некуда. Книги ставить некуда. А книга, а я-то знаю, тот-то сообщает, что там нет. И вот приходит время, она, эта Оля, отходит от церкви. Сын освободился. Дома непорядок такой был. Это я все попутно рассказываю. Что случилось? А потом она возвращается. Возвращается и говорит. Причина ухода. Я такой причины не слышал. Понимаете, я верующая. И она не дурная. Она совершенно нормальная женщина. Покажу ее фотографию. Просто приятно смотреть на нее. Я, говорит, из дома у меня ад. Там, видимо, наркотики, что-то, я не знаю даже. Я, говорит, прихожу сюда, я как в раю. И вот этот контраст перехода из одного в другое у меня душу разрывает. Я ничего не могу, то, что в общине у нас ведь, и дома я не могу туда перенести. Я буду ходить в московскую патриархию. У меня там переживаний не будет. Я из этого ада перехожу в тот ад, который там в храмах. Вот этот шалман крутится, вертится. Я там отдыхаю. Все-таки там тишина, табачного дыма нет. Друзья не пьют, не гремят. Но обстановка та же самая, что дома. Этот шалман. Я говорю, Оля, ты сама понимаешь, что ты сказала? Это не я говорю. То есть люди сравнивают этот... Церковь в патриархии это публичное. Публичное, то есть это для всех, как публичная библиотека, для всех. Кто бы ни был, все причастились, нет, все причастились. А одна у нас знакомая была, там готовится. Сестра ее подготавливает, родная сестра. И она глядит, она подошла, причащается. Она говорит, ты зачем же причастилась-то? Ты же, я тебе показала путь оглашения, ты сейчас проходишь, потом будешь крещение принимать. Так он зовет, поп стоит, говорит, кто не причастился на меня, смотрите, я понял, что он меня... Она не крещеная подошла и причастилась, не исповедовалась, ничего. Они разбойники на дороге в Сихем. Дикие волки, бешеные. Они испоганили веру православную. Бог и будет всех уничтожать, те, которые так делают. Везде. Это даже я только беру отдельно, что меня как-то коснулось. Они ничего не знают. Огношенные за дети во многих местах уже выкинули священники. Вообще нету. Раз не выполняют, они даже не людям не говорят. Так это литургия, это не Иоанна Богослова, Златоустова. Это литургия тебя, Саши Иванова. И вас как они могут осуждать, чтобы куда-то перешли, там, к Тихону, Омскому, когда вы делаете различия, как с вами там разговаривали, как священники приняли, как к вам отнеслись. Разница есть? Небо и земля. Ну вот. Это в наше время. 2014 год. И люди сравнивают, как небо и земля, как эта женщина, вот у нас Репина Оля была, она сравнивает точно так же. Почему? Они над людьми не трудятся. Но патриарх Кирилл, он уже касается этого. Говорит, вы не спешите уходить из храма. Ну подойдите к священнику, батюшка. Ну давайте вместе чай и выпьем. Он не знает сам, как сказать-то. Но я к нему, к патриарху, поехали люди. Никого близко не подпустили. Передать письмо невозможно. Он других-то наставляет, а сам-то не такой. Лидия, торговавшая Багреницей, пригласила Павла. И он у нее остановился. Мы считаем, 16 глава Деяния Апостолов. Я не могу патриарха пригласить. Я его пригласил в письме, он не едет. Сколько времени, все еще не едет. Да ты что, в уме или нет, чтобы он к тебе приехал-то? Так вот я и говорю, что только безумный может это говорить. А Павла Апостола можно было приглашать. Златоуст ходил по домам, его приглашали. И все апостолы так себя вели. Христос приходил. И самарянка была. И люди, которые были приглашали, он приходил. А вы-то кто такие? Вот куда мы залезли. И вот сейчас благовествуешь по домам, то многие говорят, где ж вы православные раньше были? Где ж вы, батюшки, раньше-то были? Почему ж вы не идете-то? Почему православный народ не идет благовествовать? А идут сектанты в организации свои, затягивают людей. Секты. Православные должны выйти, священники. Пойти в каждый дом, понести Слово Божие. Идите, батюшки. Вас ждут. Я зашел к благощине. Ты знаешь, отец Николай Войтович благощинный здесь был. И кто-то звонит. Это яговисты, наверное. Сразу голос сменил. Гоните их в шею. Это он их так привещает. А написано, с еретиками обращайтесь кротко. Канон правила говорит. Чтобы привлечь их. Ну вызовите власти там на них. Чтобы в доме никому не говорили яговисты. Да к яговистам-то видят, какие мы. Вот в Грузии там мамо, мамо это отец. Мамо Басилий. Отец Василий-то. Он решил бороться с ним. Но бороться так, как православие принято. Он так и борется. К ним приходят продукты. К егоистам-то. А они раздают людям-то. А они в Библию поступили. Он этот контейнер где-то задержит. Как он смог задержать-то? И все уничтожает. Священник-то. Ему говорят. Ладно, ты уничтожил. Они нам продукты везли. Ну ты-то хоть что-то дай нам. А у меня ничего нету. Он только уничтожать может. Кто-то против чего-то сказал. Он пришел в редакцию. И дверь заварил им туда. Они выйти оттуда не могут. А эти, говорит, сидят. Стоят полицейские. Это зуба скалят. Я сейчас был в Грузии. Спрашиваю, как этот мамо-то Василий-то. Посадили, говорит. Добились его все-таки. Посадили. И он приехал сейчас, говорит, два года. Что ли дали? Говорит, тихий такой сидит. Нигде не вылазит. Он составил группу перехвата. Ну разве на это нас Бог послал? Ты бы сказал, смотри. Яговисты из-за рубежа. Такую даль приехали. У них жены, дети. Всех оставили. Они работают. А я дома не работаю. Мы ходили, когда по домам, от двери к двери, раздавали Евангелие в городе, здесь, в Барнауле. Нам всегда те же самые слова. Говорят, да где вы были православные? Тут уже перед вами адвентисты, яговисты, баптисты. Кого только не было. Что вы ждете? Уже всех разобрали, никого нет. А мы слышим, там гуляют внутри дома. Я говорю, мы хотели вот вам передать. Да нам ничего не надо. Я на есть подхожу к батюшке. Я говорю, ну патриарх-то вот как говорит. Да пошел ты на со своим патриархом. Я говорю, да патриарх-то наш православный-то. Я знать еще не знаю, у меня батюшка есть. Папы, это папы римские. Они меня посылают на 2, на 3, на 5 букв. К одному такому батюшке приехал. Пристани. Из Пристани я там служил. И милостью Божией мы там храм открыли. Церковь образовалась. Прихожане стали ходить. По домам там ходил, свидетельствовал, чтобы найти, кого собрать в школу. Учителя потянулись. Из 10-13 человек было 50 человек. Учителя потянулись слушать, Евангелие слушать. Стали вникать во все. Каяться. Это на постоянной службе было. А с первого было там 10 человек. Ну и затем дальше меня оттуда убрали. Поставили там местного священника. Дозволили ему. И вот я приезжаю, когда меня, значит, вытряхнули с ряски. И приезжаю туда, к прихожанке, пообщаться. Слово Божие сказать. С прихожанами пообщаться. И говорю, дозволь мне. Вечером встречаемся со священником. Дозволь мне с прихожанами встретиться-то. Помолиться. Он тут же набирает телефон и звонит там архиерею Максиму. Местному звонит. Благочинному. Вот здесь отец Павел, говорит, приехал. Хочется с прихожанами пообщаться. Гони его и гони. Там слышу, трубка аж горит. Прям крик такой из трубки. Гони, не допускай в церковь, чтобы ни ногой не переступил порог. Его архиерей гонит. Приказал гнать и гнать. И никакой милости ему. Ну, все. Вот, он говорит, вот тебя гнать надо. Все, выходи из храма. Все, мы общаться не будем. Вот. Приказано гнать. Все, мертво все. Ну и мы утром собрались. Прихожанка местного храма Усть-Пристанского. Я пошел. И она хотела взять свою внучку. Я говорю, можно было бы взять. Но я предвижу обстоятельства, будут не в нашу пользу. Нас просто выгонят. И ей просто будет это неприятно. И ей запечатлеться, что дитё в церковь, в храм Божий не допустил. Вместе с нами-то. Она с бабушкой пошла молиться. Ну и мы её решили оставить. Её оставили. Взяли Святую Библию. Вот. И пошли мы в храм. Пришли мы в храм. Храм внутри на крючок закрытый. Запускает только своих. Меня увидели и прихожанку не запускают. Вот они стучат. Мы стучали. Увидели меня. Не запускают в храм. Приказал священник не запускать в храм. Отца Павла не гнать. Не запускать. И не общаться с ним. Это еретик. Ну и еретик тогда назовите. В чём ересь-то? Грешник? Да. Грешник окаянный. Грешник. Каюсь. Пришёл в церковь покаяться. Меня не запускает в церковь. Постоять, помолиться, не запускает. Всё, стою. Люди подходят. Чё, батюшка, сидишь-то? Да говорю, не запускает в храм божий-то. Никак не пускает. Всё, только тут своих запускает. А на меня гонение. Так ты же, батюшка, открывал храм-то. Всё здесь сделал-то. Да вот так вот по-другому получается. Пришёл к своим и свои не приняли. Да, и свои не приняли. Пришёл к своим и свои не приняли. А те прихожане хотят общаться. Там хорошее воспоминание было. И альбом составили, воспоминания, фотографии. Там всё, что у нас образовалось. О божьей милости вот это всё. Вот, прихожанство образовалось. А священник ни в какую. Благочинный, гони его. Архиерей, гони его. Ну и потом дальше мы сидим, открываем Святую Библию. Третье. Иоанна Богослова, третье послание. И там такие слова. Идиотреф не принимает нас и гонит нас. Но я приду к нему и покажу ему его грехи. Напомню ему. То есть диотрефы. Засели в храмах диотрефы. Любящие господствовать. Да, любящие господствовать над наследием Божиим. Вот такое. Но в дальнейшем открывается храм. И во всём облачении выкатывается священник с крестом. И давай меня крестом этим лупить. Прям крестом? Прям крестом. И по-славянски. Гряди, еси, откуда пришел еси. От этого тебе не легче. Он покуда бил-то тебя? Ну, говорится, махал крестом. Я-то отворачивался. Навернул бы крестом. Крестом можно годово разбить. Вот. Железным. И гряди, еси, откуда пришел еси. Прихожанка говорит, всю ночь, наверное, учил, не спал. Говорит, на славяне-то. Ну, мы что дальше? Мы пошли домой. Вот. После этого. Раз гряди. Всё. Мы пошли. Дома собрание было. Там пригласили. И кто в храм ходил, потом пришли. Вот. Помолились. Слово Божие почитали в толковании блаженного Феофилакта и других святых отцов. Вот. Вот такой случай припомнился. Это нерожденные священники свыше. Отсюда они лютуют. Вот. Страха Божия нет. Начало премудрости, страх Божий. А вот как только от них отнимут, вот эти привилегии какие есть, они делаются другими. Вот мы, я вел занятия 17 лет в техническом университете. Это большой университет. 21 тысяча студентов. А внизу, как заходишь, там такой археологический музей. Большие такие лежат под стеклом. И человек косик, а как раскопали, так всё сложено откуда. Раскопки делали там. А один кабинет, там одни черепа. Они написаны, нашли череп царской царевны. Показывает, как они специально вытягивали голову. Это длинное такое-то. Ну, я подошёл к нему, я его знаю кто он. Гальченко фамилия Анатолий. Я говорю, а вы не имеете права прикасаться. Это Нива Божия. Там Господь говорит, раздастся архангельская труба и мёртвы восстанут. Ещё сейчас нет этого, а вы уже раскапываете. Вы не имеете права делать. Это грех. Вас Господь обязательно покарает за это. Это те люди, которые умерли, которые за них отвечали, которые хоронили. Если бы они были здесь, они вам что сказали-то? Ну, я один раз зашёл, другой раз зашёл, я не знаю. А он уже приспособился и зашёл. Церковь Христа называлась такая секта, называется, тоталитарная. Я эти слова не люблю, а, ну, не знаю как. Вот я с ним поговорил, раз, другой, третий, а потом долгое время не был. Захожу, а его нету. А я говорю, а где он этот Анатолий-то? Вы знаете, что с ним было. Я говорю, что? Он монашество принял. А к монашеству, а где? Здесь. Его архиерей волосы обстриг. Так не обстриг, может, маленько только. Обстриг, говорят, совсем. А как его звать? Как-то не знаю, но вот. У вас в Евангелии там первое написано, кто, Матфей? Во-во-во-во, Матфеем, мы назвали его Матфеем-то. Надо же. Как сиганул-то через меня. Теперь проходит какое-то время, я его в деревню направили где-то, а он ещё-то болеть стал. Болеть и принимает схему. Теперь он Авдий. Нет, наоборот, был Авдий. А ты его знал? Ага, знаю. Он был Авдий, а стал Матфей. Да? Значит, я не наоборот. Наоборот. Авдий, а потом Матфей. Не наоборот. Я не встречался, поэтому мне, может, передали так. Вот такое дело. И дальше-то ещё случилось у него. Сгорел храм. По этому случаю я ещё скажу. Я сейчас закончу. Чем он такой? Храм-то сгорел, а архиерей-то насел на него, но храм-то ему никогда не восстановить-то. Он лишает места, он теперь никуда не годный. Там потерял, стаж прекратился, теперь только церковное. Его зажали со всех сторон. И он теперь старается меня разыскать, вернуться к истокам. Откуда у него началось-то? А на это он меня не вспоминал. Но вот его зажали вот так, вот с него потёк сок-то. И он теперь меня ищет. И находит через Напанаила, ярмонаха. И вот на этом месте он сидит. Где ты сидишь сейчас? Вот здесь, в этой комнате. Что мне теперь делать? Я не знаю, архиерей-то его посадит он меня, наверное. Это Максим был, Дмитриев. Вот сейчас елец Липецкой области. Я говорю, а что ты рвёшься там в это дело-то? Ну скажи, тебе есть сегодня нечего? А откуда у меня ничего нету? Ну ты с народом-то работал. А тебя бабка, хоть она может накормить? Да, конечно, накормит. Ну, подойди в любой дом-то, не стыдись. Подойди и постучи, скажи, Матрёна, у меня есть сегодня нечего. Накормит-то, конечно. Вот тебе больше ничего не надо делать. А дальше начинай работать. Иди из дома в дом, как вот ты делаешь. Неси Евангелие. Проповедуй. Ты не ходил, не проповедовал. Нет, вот тебя Господь освободил от ненужных этих городушек-то. Теперь иди и проповедуй. Так что, храм не надо восстанавливать. Тебе его не восстановить. Он и не нужен совершенно. Собирайтесь по домам. Если много людей, соберитесь в одном, в другом, в третьем месте. А образуют где-то? Ну, на правке дальше идут. Я тебе подам. У меня есть третий том, открытый моком. Евангелие от Марка. Пособие. Как изучать? У тебя такие общины будут. И архиерей рано или поздно тебя признает. Но деньги-то он себя пока требовать не может. Ты же не зарегистрирован. Но ты помаленьку откладывай. А потом архиерей-то раз все деньги-то. И архиерей поплывет. Они деньги любят. Если кто платит деньги, платит вовремя. Там он хоть голубой, хоть желтый был. С него ничего не спрашивается. Лишь бы деньги платил вовремя. И вот сидел здесь. Я ему, как он поступает, тоже не знаю. Принял он это или не принял, тоже не знаю. Но вот по этому храму, который сгорел. По этому храму, который сгорел. Вдумчиво. Тут разговор. Когда меня запретили, то хотелось бы где-то поисповедоваться. Принять причастие тела и крови Христова. И так как мы с ним были друзья, и остаемся с ним, с отцом Матфеем. Он живой, нет? Живой. Слава Богу. Дай ему Бог здоровья. Он принял. То есть приезжай. Мы созвонились. Приезжай. Поисповедоваться. Причаститься. И Господь дозволил съездить туда, поисповедоваться, причаститься. Потому что остальные-то лютуют. Батюшки-то. Не скажу про всех, но многие лютовали. Потому что архиерей приказал гнать. И все начали. Я скажу, отец Аким точно так. Его что-то архиерей маленько прижал. Я захожу в алтарь, все чужие. А потом архиерей. Ладно, отец Аким. А у меня за полное погружение тоже было. И все вокруг забегали. Ох и подлые. Подлые просто. Они никакие. И сразу забегали, зальстили. Подают опорщик. Вчера только на меня смотреть не хотели. Они из них делают вот таких манкуртов в ризах. Это разве надо? И вот к нему когда был, я говорю, давай батюшка, наводи порядок у себя, чтобы торговли не было у тебя в храме. Там, значит, не продавалось. А что? Да, я говорю, это не мое. Это там приезжает благочинный, все тут устраивает это все. Продажи там и все прочее. Ну, я говорю, ты повлияй как-то где-то на дому. Это должно продажа быть, но не в храме Божьем-то. Ну, люди сейчас туда пойдут. Приучить надо. Раз вы с этого живете, с торговли. Хотя с десятины. Святая десятина. Да, святая десятина устанавливай по Библии. И народ учи, чтобы грамотный был во всем. Есть у Игнатия Тихоновича Новый Завет. Он в дальнейшем потом приобрел у вас блаженного феофилакта в толковании. Начал учить народ, сам читать, учить. Но там пока вот это мертво было в этом вопросе. И в дальнейшем он говорит, приезжай на Пасху. На пасхальной Дне Седмицы. Пасху проведем вместе. Я жду, когда узнает архиерея, и его сметет вместе с тобой. Так вот. После моего посещения там доложили благочинному, естественно. И архиерею. Принесся благочинный, который там был. А кто благочинный-то? Погибл он был. Погибл он? Михаил? Да. Говорящая фамилия. Вот. И принесся, чтобы меня гнать и гнать. Не принимать. Ни под каким видом. Не пускать в храм. Все. Они не христиане, они не человеки даже. Храм не принимать, не пускать. Так это разве по-христиански? Не пускать в храм. Охота человеку постоять, помолиться, исповедаться, причаститься. Не пускать. Вот. Вот молитесь там сами и все. Не принимать. И, значит, звонит мне, я уже не звонил, звонит, значит, от него, не он сам звонит, а прихожанка, которая настроена была, погибла, там собрание было. И прихожанка звонит. Отец Павел, вы к нам не приезжайте, мы хоть вас пригласили на Пасху, но вы не приезжайте к нам. Мы вас не примем. Вот. Нам запрещено погибловым. Вот это и есть подлость. Вот. Запрещено принимать вас, чтобы вы в храм наш не посещали отныне. Закрыт для вас храм. И останется камня на камне, скажет храм. Я говорю, ну как, Богу угодно, так и будет. Вот. Ну вот они Пасху-то привели, а осенью храм сгорел. Вот и все. Все. И камня на камне не осталось. Камня на камне не осталось. А они не понимают, за что и как горят храмы. Да. Из-за чего убивают священников столько. Вот. И тот же храм, вот в пристани, который спасли все иконы, тоже загорелся храм. Крест первый был. Слетел с храма, упал. Вот. Ветер, буря была, упал. Но кресты просто так не падают. Они укреплены были хорошо. Ну ладно. И в дальнейшем Господь тоже дозволил, то что вот мы в храм тоже пришли вот с прихожанкой и нас не приняли, тоже он в дальнейшем сгорел. Ну вот будешь разговаривать с этим, с Матфеем-то или с Савдием-то, передавай ему доброе пожелание от меня. Все. Я говорю, да тебя Бог освободил, отцу Матфею, говорю, освободил. А как у него сейчас там, без храма? Ну а он дома молится сам по себе. Молится? Ему надо идти благовествовать. Ты ему материалы дай, Евангелие дай. Он благовествует. Там в деревне его все знают. В деревне. Другие деревни охватывай. Договори с шофером. Вот мы поехали в Клочки, мы сразу выехали, 46 человек туда. 9 машин вышло. Из города, из Потеряевки приехали корреспонденты. В первый день мы ничего не могли сделать. Мы начинали с нуля. Так, вот. Говори. Да. Да. А к тебе он не вышел, он сразу восстановил. Все. Слава Богу за все. Благодарим, Господь. Аллилуйя. 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 Я сказал ему о тебе, а больше не знаю. Я думал, что ты уже...